Доброе, добрейшее утро! И мы продолжаем трансляцию уроков Торы. Сейчас из Иерусалима, святой город, старый город. Я сейчас нахожусь в старом городе. Это еврейский квартал, вот прямо метров 300 здесь. 300, я думаю, 400 метров до храмовой горы, до места, где стоял храм первый, стоял храм второй. Будет стоять третий храм в скором времени. Безрата Шем, с Божьей помощью. И вот мы прямо в Аикра, мы поможем, чтобы третий храм появился. Он уже на небе есть, просто вот скоро он спустится. И здесь материализуется, да? Шалом, шалом, Яков Шатадин, Влад Косов, всем. Шалом, видите, уже начали готовиться вот это сзади. Видите, минора такая, вот она, минора. Видите, минора, вот такая вот золотая. Видите, вот пальцем я на нее навел, показал. Это подарок Вадима Зиновича Рабиновича. Вадим Зинович, он подарил старому городу Иерусалим. Это модель позолоченная минора. Я думаю, что почти, наверное, в натуральную величину, которая стояла в храме. И отстроена вот эта синагога, она большая синагога, называется Хурба. Видите, вот она была разрушена, а вот сейчас она уже отстроена. Минора есть, синагога отстроена. И скоро, значит, и храм появится. Все. Шалом всем, Зурабасланян. Всем доброе утро, Мошек и Месторук. Всем Ботиртов. Шалом. И мы продолжаем изучать Пертия Вод, поучение отцов, которые нам сказали, как мы должны себя вести. Для того, чтобы было в жизни все хорошо. И для того, чтобы было у всего мира все хорошо. И чтобы пришел Мошек и спустился в третий храм. Хорошо, сегодня у нас, сегодня у нас мечта, о, мечна, мечта, Мишна. Мишна, кстати, слово Мишна, вот Мишна это, вот единица информации, которую мы изучаем, называется Мишна. Значит, это часть устной Торы. И те же самые буквы, слово Мишна, слово Нешама, душа. То есть, когда изучаешь Тору, то Тора, она как пища для души. То есть, она оживляет душу. Она оживляет душу, всем Ботиртов, Колесник Петр, всем Шалом, все. Итак, значит, Саид Макаем, все, мы продолжаем изучать четвертую главу. Итак, значит, четвертая глава сказал нам такой мудрец, Раби Иуда его называли. Раби Иуда, говорят комментаторы, что это Раби Иуда Бар-Илай. Его папу звали Илай. Один из выдающихся мудрецов, учеников поколения после Раби Ативы, уже после разрушения второго храма. И он нам говорил следующую вещь. Значит, говорил он нам следующую вещь. А вы заир бы Талмуд, он говорил. Будьте осторожны в Талмуд, это изучение углубленное, изучение Торы. То есть, мы с вами идем по верхам. Надо понимать, что то, что мы изучаем вместе, это такая обзорная экскурсия по Торе с высоты птичьего полета. Мы просто ознакомительная экскурсия. Для того, чтобы по-настоящему изучать Тору, нужно посвящать этому хотя бы по 8-10 часов в день. Хотя бы. А лучше все время. Написано, Ваегата Байуман Валайла. Настоящие мудрецы Торы, у них, они кроме Торы, ничего не думают и не говорят, как Равкаем Каневский. Мы с вами такая обзорная экскурсия с такого быстро проезжающего автомобиля. Мы смотрим чуть-чуть на Тору. Так вот. Значит, сказал Раби Уда, что а вы заир бы Талмуд Тора. То есть, если ты уже серьезно изучаешь Тору, ты должен быть осторожен. Почему? Он объясняет Шешгага Беталмуд Алла Задон. Значит, есть 4 вида преступлений. Вот как человек может совершить преступление и нарушить, переступить волю Бога? Да? Как он может это сделать? Первое, это называется Пэша. Пэша, это осознанное, без такое вот, знаете, бессовестное нарушение. Да? Это вот прямо он говорит, я знаю, что Бог сказал, я знаю, что это запрещено. И я иду, ну не дай Бог, человек говорит, я буду это нарушать. Это вообще самая страшная вещь, когда человек осознанно идет против Бога и нарушает его волю. Второй вариант, это он нарушает, он верит в Бога, он нарушает, он осознает, что он нарушает, но это не, как сказать, не принципиальное нарушение. Например, человек, вот он там ест, ему принесли морепродукты. Он еврей, он уже знает, что морепродукты есть нельзя, взять вот эти креветки, раки. Но он говорит, я вот слышал много раз такую фразу, сидит человек, да, еврей, уже даже иногда может в типе, уже типа это признак, что я признаю над собой власть Бога. И он нарушает, ест, например, не кошерное или что-то делает запрещенное, да, в субботу. Но он при этом говорит, Бог меня простит. Типа я знаю, что я нарушаю, но меня Бог простит. Почему-то ему так кажется, что Бог должен его простить. Почему ему так кажется, непонятно. Есть, например, люди, которые очень умные люди, они почему-то для себя, для себя они решили, что устная Тора, в ней есть искажение. И они решили, что вот письменная Тора, все, что написано, я буду соблюдать, а устную Тору искажение, да. Значит, я их, то есть мы уже учили, что не надо никого судить, пока не попадешь на его место. Значит, дальше мы учили, что надо судить всех леков с худ, да, в хорошую сторону. Поэтому мы их судить не будем, мы разбираемся, как работает. Но такое нарушение, когда человек знает, что это запрещено и нарушает, но думает, что его Бог простит, это называется бемезит. То есть он осознанно нарушает. Но это не война против Бога, то есть он не принципиально нарушает, а он просто осознает, что нарушает, но при этом нарушает. Третий уровень нарушения называется бэшогэк. Бэшогэк это неосознанно нарушает. Он не знает, что, например, это нельзя делать. Он думает, что это можно делать. Он вообще случайно абсолютно, там, шаббат, он соблюдает шаббат, но он случайно машинально там выключил или включил свет. Это называется, это называется шогэк. Шогэк неосознанно. Значит, и есть, когда он вообще не знает, вообще он не знает, что это нарушение и так далее. Это вообще, ну, я не знаю, или это считается вообще нарушением или нет. Теперь, значит, сказал нам раби Иуда, бар Илай. Он нам сказал, что при Талмуде, когда человек изучает Тору углубленно, то есть он уже такой прямо изучает Мишнабрура, Шелханарух, тонкости законов. Тогда у него, его жгагот, то, что неосознанные нарушения, они могут превратиться в... Будут ему засчитываться как осознанный. Почему? Почему это так? Потому что он должен быть в двойне, в десятерне осторожный. То есть, когда ты, как в Каэлите, в Экклезиасте, царь Соломон нам говорил, что... То есть, тот, кто добавляет в божественной мудрости, он добавляет в гневе. У него больше становится гнева. А тот, кто добавляет в познании, у того больше боли. Как это понять? Понять это очень просто. Что с садиков, с мудрецов, которые на ступени уже близости к Богу очень высокой, Бог очень резко спрашивает. То есть, для них каждое нарушение, оно... Это знаете как? Когда, например, я в такой серой грязной одежде, на мне каждое новое пятно не видно. То есть, я могу хоть кофе с молоком на себя вылить, не будет видно. Но если я одел белые одежды, такие сияющие белые одежды, то даже маленькая соринка, маленькая соринка, она видна. То же самое на цадике, который близок к Богу, который вот прям реально... Он очень такой праведный человек. Любое его нарушение, оно очень ярко видно. Понятно, да? Поэтому сказал нам Раби Иуда Барылай, что будь осторожен при углубленном изучении Торы, что тогда твоя жгага, твоя то, что ты делаешь неосознанно, оно будет тебе засчитываться как осознанно. То есть, по этой причине я вам честно скажу. Я, например, не ношу там шляпу и костюм и белую рубашку. Я не хочу, чтобы на небе в первую очередь они думали, что я Равин. Я не Равин. То есть, я очень... Мои познания в Торе очень минимальные. И... То есть, я не пытаюсь показать себя профессионалом. Но если человек одел шляпу, цицит, галстук, как у Равинов. У Равинов есть галстуки, черные галстуки в белую точечку, да, некоторые Равины. Некоторые фрати надевают, такие фрати, что вообще, вот их точно спутали с Равинами. И потом они имеют минимальные, достаточно минимальные познания в Торе. Но они при этом нарушают, то с неба на него смотрят и говорят, секундочку, это Равин. Он же как вообще он нарушает? Да люди же про него что думают? Что он с Богом прям уже чуть ли не в товарищеских отношениях, а он ведет себя некрасиво. Это вообще называется хилуля шема, скорбление имени Всевышнего. То есть, не надо себя подставлять. Не надо, говорил царь Соломон, тоже, альтиет садикарбе. Он говорил, не будь слишком цадиком. Вальтиет хахемью термидай. И не умничай слишком много. То есть, нужно быть золотая середина. Понятно, да? Рив Кабинусеев, шалом. Хорошо, это нам сказал Раби Иуда. Понятно, да, что он сказал? Значит, он сказал, что будь осторожен в углубленном изучении Торы, потому что когда ты туда углубляешься, то тогда твои неосознанные нарушения тебе будут засчитываться как осознанные. Представляете? Поэтому будьте осторожны. То есть, все. Теперь дальше. Черные брюки и белая рубашка говорят, что человек ходит в черных брюках и в белой рубашке. Молодец. То есть, он не хочет, чтобы его спутали с раввином. Я помню, когда приехал Александр Борисович Фельман, первый раз приехал в Иерусалим. А он до этого видел одного раввина в жизни. Это Равмоша Москович, главный раввин Харькова. И он видел всего лишь одного раввина в жизни. Всего. И тут он приезжает в Иерусалим, и для него был шок. Он говорит, я не понял, говорит, что это такое здесь происходит. Тут на одной автобусной остановке раввинов больше, чем я в жизни видел своей. Потому что, как он знает, это раввин или не раввин? Только по одежде. И человек может быть одет как раввин, а по ходу он вообще не раввин. Но он должен знать, что если он взял на себя ответственность, и он своим видом хочет представлять Тору, то тогда он должен быть осторожным. И я вам скажу, что вот я учился у Равицка Казильбера, Зетаноцедих Левраха. У них в семье была традиция. Если ему задавали вопрос по Аллахе, по закону, он всегда спрашивал вначале у двух мудрецов, у двух мудрецов других, которые знают, чтобы услышать их мнение. И только потом он говорил свое мнение. То есть он был в 10 раз более осторожный, хотя он был на уровне мудрости невероятным. Но он всегда спрашивал вначале мнение других раввинов и только потом говорил свое. Это у них была такая традиция в семье. Из поколения в поколение они были раввины, но они очень уважали мнение других. Теперь дальше. Дальше в этой же мишне продолжает Раби Шимон. Говорят, что это Раби Шимон Бар-Юхай. Раби Шимон Бар-Юхай, который в пещере сидел 13 лет вместе со своим сыном и изучали Кабалу. Книга Зоар от его имени написана. И так далее. Таня Зуева задает вопрос, если Рэбе без типы. Если он Рэбе без типы, он не Рэбе. Это факт вообще. То есть это как бы диаметрально противоположные понятия. Если Рэбе без типы, он не Рэбе. Понятно, да? Был такой Раб без типы. Хорошо. Теперь двигаемся дальше. Двигаемся дальше. Значит, сказал Раби Шимон нам очень важную вещь. Бывает, а реформисты Раф, он не Раф. Что такое реформисты Раф? Он говорит, что все законы Торы, которые были, их надо отменить. Какой же он Раф? Он отменил, отменил законы Торы. Как это может быть? Бог дал Тору, сказал, что она никогда не поменяется. Машера Бэйну и все поколения соблюдали Тору. Пришел реформист Раф и говорит, я реформирую, я отменяю. Это то же самое, что я сейчас себя объявлю директором Майкрософта. Я скажу, вы знаете, не Билл Дейтс владелец Майкрософта, а я. Почему? А у меня на футболке Майкрософт написано. Ну, почему нет? Так то же самое, реформист Раф, это тот, который взял название Тора, это как Майкрософт, да? И себе написал, а теперь я представляю этот бренд, да? Тора это тот бренд, который передавался из поколения в поколение, из поколения в поколение людьми, которые всю свою жизнь посвящали Торе и Богу и умирали за то, чтобы не изменить там ни одной буквы. То есть готовы были отдать свою жизнь, но не изменить ни одной буквы. И, значит, а тут пришел кто-то и говорит, теперь я Тора. Ну, это же смешно. Хорошо, значит, теперь сказал нам Раби Шимон. Раби Шимон нам сказал следующую вещь. Он нам сказал, что шлошак тарим эм. Есть три короны. Три короны, то есть эта корона, это самая почетная вещь, которая есть, то, что вызывает наибольшее уважение. Значит, есть три короны. Первая корона, он сказал, Кетер Тора. Значит, корона Торы. Ее может взять каждый. Каждый, кто начинает изучать Тор. Вот здесь сейчас есть в Иерусалиме один парень, ему 40 лет. Ему 40 лет, он вообще не еврей. То есть он из какого-то далекого-далекого села. И он каким-то образом в 30 лет, он пришел к мысли, что надо стать евреем. Он пришел, значит, в синагогу в Киеве на Подоле и сел учиться. Он вот просто вообще, ну, от сахи, знаете, от плуга, там, я не знаю, свиней пас. Вот, ну, в общем, вообще из далекой-далекой деревни. И он начал учить Тору, и он сидел день и ночь, выучил иврит, начал учить Талмуд. Все, прошел Ди-Юр. И вот он сейчас уже живет в Иерусалиме, вот с такой бородой, вот с такими пейсами длинными, да. И сидит целый день, учит Тору. Корона Торы доступна каждому. Были мудрецы, Шмайя и Автальон. Были два мудреца, мы учили в первой главе. Они были главы еврейского народа, они были принявшие иудаизм. Раби Атива, сын принявших иудаизм. То есть, корона Торы зависит только от тебя. Только от того, насколько ты посвящаешь себя Торе. И чем ты, если ты самоотверженно учишь Тору, то тогда Бог тебе открывает невероятные знания. И как только ты становишься мудрецом Торы, у тебя есть корона, все тебя уважают, почитают. Самые уважаемые люди в еврейском народе – это мудрецы Торы. Дальше. Есть корона Кауна. Вторая корона – это корона коинства, священничества. Эту корону, когда Машир Абейну получил Тору, Бог ему сказал, что твой родной брат Аарон и его сыновья, они будут коинами, священниками. И пошли от Аарона, пошли священники. Все, священником стать нельзя. Это передается только от отца к сыну. Это прерывается, если коин женился на недевственнице, на разведенной недевственнице. Эта семья прерывается. И все коины, которые остались сегодня, священники в еврейском народе, а их достаточно много, может, 2% есть, 3%, они все из поколения в поколение отцы передавали своим детям традицию. Мы когда-то служили в храме, значит, вот у нас есть законы. На кладбище не ходить, им запрещено ходить на кладбище и соприкасаться с мертвыми. Женимся только на девственницах, все, только девственница и только на еврейках. На принявших дьюр нельзя им жениться. И коины, значит, из поколения в поколение. Второй храм был разрушен, получается, 2000 лет назад. Вот до сегодняшнего дня коины благословляют, благословляют во время молитвы, благословляют людей, их вызывают в одно место на молитве, и они благословляют. Фамилия Коин – это показатель. Но помимо показателя этого фамилия Коин, должна была сохраняться эта традиция. Если она в каком-то поколении прервалась из-за того, что он женился на запрещенной ему женщине, Коган, Коин, Лившиц, у них много есть фамилий, но одной фамилии недостаточно. Важно, чтобы отец женился на разрешенной женщине, и сыну передал эту традицию, что на кладбище мы не ходим, то есть им нельзя никак соприкасаться с мертвыми вообще, заходить на кладбище нельзя. Даже самолет, когда пролетает над кладбищем, у Коинов проблема. И второе, что женщины, им нельзя жениться на девушках, которые были уже с мужчинами. Значит, вторая корона – это священничество. То есть, кому кто-то родился таким, он может быть, другой не может быть. Третья корона – это корона молхут, корона царства. Значит, Бог пообещал царю Давиду, что только его потомство, царя Давида, будут царями в Израиле. Из рода царя Давида придет мессия Машеах, это царь, который будет в последнем поколении, когда спустится храм. То есть, корона царства отдана царю Давиду и его потомству. Но дальше продолжает Раби Шимон Бар-Юхай, продолжает эту мишну и говорит. Векетер шем тоф, корона доброго имени, аль-габей, аля-аль-габей им, она выше, чем они все эти три. Он говорит так, смотрите, эти три короны, они без короны доброе имя, без хорошей репутации, они не работают. Есть четвертая корона, корона доброго имени, которая должна быть с этими тремя вместе. Потому что, если нет доброго имени, то и Коин, он может быть не очень хорошим человеком, редиской. И цари были такие, что просто капец. И, значит, бывает, что мудрец Торы, он вроде мудрец Торы, да, у него корона Торы есть. А доброго имени нет. Значит, в СССР можно было оставаться Коином. То есть, есть сейчас у меня много, ну, не много, но есть несколько знакомых, которые Коины. Их папа женился на еврейской девушке, на девственнице. И своему сыну сказал, сынок, ты не просто еврей, ты еще еврей Коин. Он говорит, а что это значит? Он говорит, смотри, мне папа рассказал, что мы на кладбище не должны ходить, жениться должны только на девственницах, и у нас, типа, мы элита еврейского народа. То есть, Коины, священники, естественно, это элита, они служили в храме. То есть, это некая, как каста, да, каста священников, которым нельзя стать, из которых можно только выпасть. Зайти туда невозможно, ты не можешь стать Коином. Есть известный анекдот про Советский Союз. Значит, приходит один еврей такой хилонимный, нерелигиозный. Приходит еврей к Равину в каком-то городе, там, ну, в Харькове, например, да, появились Равины уже после перестройки. И он ему говорит, Рэбе говорит, значит, там, моя фамилия Рабинович, я хочу стать Коином. Сколько это стоит? Рэбе говорит, послушайте, Коином нельзя стать. Коином можно только родиться, если у тебя, значит, можно только родиться. Нельзя стать Коином. Давайте, там, просто будете религиозным. Этот говорит, Рэбе, я заплачу, я должен стать Коином. Сколько вам надо, я богатый человек обеспеченный, я вам заплачу, если вы меня сделаете Коином, 100 тысяч долларов. Рэбе такой вообще задумался, задумался. Говорит, послушайте, может, вы за 100 тысяч долларов хотите Равином стать? Давайте я вас Равином сделаю, помощником Равина. Но Коином, говорит, я не могу вас сделать, это нереально. Тот говорит, Рэбе говорит, 100 тысяч долларов, я вам заплачу, сделайте меня Коином, я должен стать Коином. Рэбе говорит, послушайте, а почему вы так хотите стать Коином? Почему? В чем такая у вас потребность? Он говорит, ну как, папа у меня был Коином, дедушка был Коином, прадедушка был Коином, я тоже должен стать Коином. Так Рэбе говорит, вы и так Коин. То есть, это как бы вот этот вот нюанс насчет священников Коаним, что если папа, 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 все женились на девственницах, то это Коин. Теперь, есть известная история, я сейчас расскажу короткая, произошла она в Америке, так я ее слышал. Значит, один нерелигиозный еврей, которому папа, нерелигиозный папа, сказал, что мы из семьи Коинов, мы Коины. Он, значит, познакомился с девушкой, эта девушка была тоже еврейка, но она была разведенная девушка, они начали с ней жить. И эта девушка, она стала постепенно хазрабить шува, стала религиозной, и он тоже стал религиозным. И они начинали все больше и больше, они начинали соблюдать, и они уже стали религиозными до такой степени, что они решили поставить хупу и соединиться в еврейскую семью, решили поставить хупу. И пришли они к Равину, в синагоде, и говорят, поставьте нам хупу, ну то есть, жените нас. А Равин говорит этому парню, а ты кто? Он говорит, я Коин из семьи Коинов, мой папа был Коин, дедушка был Коин, мы Коины. Равин говорит, а я вам тогда хупу не могу поставить, вы вообще не имеете права по еврейскому закону жить вместе. Коин не имеет права жениться на запрещенной ему женщине, а эта женщина разведенная, все, значит, я не буду вам хупу ставить, вы не можете жениться. Они в шоте вообще, представьте ситуацию, представьте ситуацию, при которой они оказались, то есть, они полюбили друг друга, начали соблюдать заповеди, и тут оказалось, что то, что он Коин, не дает ему возможности на ней жениться. Значит, пошли они задать вопрос самому такому великому Равину того поколения, Равмошев Эйнштейн, который был самый великий такой знаток закона, да. И они задали ему вопрос, что можно сделать в этой ситуации. И сказал он тогда им следующее, вы знаете, сказал он, я разрешаю ставить хупу, женитесь. Тот Равин Синагодик, который им отказал, он говорит, на каком основании. И я слышал так, что Равмошев Эйнштейн сказал следующее, его папа, он был нерелигиозный. То есть, папа, который ему сказал, что он Коин, он нерелигиозный человек, который не соблюдал шаббат и не соблюдал вообще никакие заповеди. По еврейскому закону, свидетелем может быть только человек, который боится Бога и который соблюдает заповеди, иначе мы ему не доверяем. То есть, почему мы должны верить человеку, который полностью идет против Бога, не соблюдает заповеди. Значит, в этом случае, по закону Торы, мы не верим свидетельским показаниям отца, которые запрещают ему жениться на этой женщине. Поэтому, если он хочет, то по закону есть возможность ему на ней жениться. Потому что свидетельские показания отца о том, что он Коин, и поэтому ему запрещено на ней жениться, можно не принимать. Хочешь принимать, можешь принимать, но по закону ты их принимать не обязан. И в этом случае, значит, появляется возможность официально закона жениться, что они, в принципе, и сделали. Теперь, что такое корона доброго имени, которая нужна для всех этих трех корон? То есть, само по себе, когда человек знает Тору, оно вызывает уважение. Но если у него нет хороших качеств характера, значит, у него проблемы. То есть, доброе имя, доброе имя, это самая высшая вещь. Асашим Това, Асали Ацмо. Когда человек сделал себе доброе имя, он сделал его для себя, оно навсегда с ним. Оно с ним переезжает, оно переходит к его детям, потому что люди относятся к ним с уважением, потому что их папа был хороший человек. Поэтому мы с вами должны прежде всего быть хорошими людьми, стараться быть добрыми, помогать друг другу, быть честными. И добавить... Царями мы уже не станем. Те, кто не из рода царя Давида, царями не станут. Священниками тоже не станем. Но мы можем приобрести корону Торы и корону доброго имени. Хороший бренд. Все. Значит, изучаем Тору и делаем добрые дела. Всем удачи. Всем удачи, успехов, хорошего дня. Чтобы с Божьей помощью было на вас благословение. Сейчас я на Коттеле, когда приду, могу включить телефон, что если захотите, можете тоже помолиться. Представляю, что вы находитесь в самом святом месте. И молитва поднимается очень быстро и легко. Придем сейчас к Коттелю. Я включу еще раз вам камеру. И можно будет помолиться. Это я сделаю на моей странице личной в фейсбуке. Все. Удачи, успехов, хорошего дня. Напишите, пожалуйста, свои выводы. Повторите, пожалуйста, то, что мы изучали раньше. Есть ссылочки на предыдущие уроки. Заходите, повторяйте, делитесь этими уроками. И чтобы было божественное благословение на всех хороших людях. Все. Всем пока.